Здравствуйте, уважаемые читатели! Вас приветствует Кенисовский сельский библиотекой Махметова Гульмира Еркиновна. Сегодня урок истории под названием «Время раскрывает тайны» посвящается ко дню жертв политических репрессий. В жизни каждого народа, государства были события, которые нельзя забывать. Бережное отношение к этим событиям, к его истории – лучшая гарантия того, что мы не совершим новых трагических ошибок. Именно такой трагической страницей в истории Казахстана был период политических репрессий в 20-50-х годах XX века, как следствие политики тоталитарной системы. В первой половине XX века на территории Казахстана прошли массовые политические репрессии и голод. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, но считается, что от голода погибло около трети населения территории Казахстана. Жертвами репрессий стали представители самых разных групп населения, всех национальностей, проживающих на территории Советского Союза. Начавшись сразу после окончания Гражданской войны 1919 по 1920 годов, репрессии продолжались в течение двух десятилетий в массовом порядке, а фактически еще дольше. Как считают историки, за эти годы советской власти в той или иной степени подверглись репрессиям около 40 тысяч миллионов человек. Также тысячи были приговорены в заключение с формулировкой без права переписки, что по многим свидетельствам означало ту же смертную казнь. Для казахского народа период массовых репрессий обошелся очень дорого. До революции прослойка образованных людей из числа казахов насчитывало всего несколько тысяч человек, многие из которых стали участниками движения Алаш, которое было нацелено на создание казахской автономии для того, чтобы обеспечить развитие отсталого в целом народа. Политические репрессии, начавшиеся практически сразу после гражданской войны и усилившиеся в конце 20-х годов в результаты постоянных поисков врагов народа, выкосили наиболее активных деятелей Алаш Орды, в том числе и занимавших достаточно высокие посты, имевших заслуги перед страной. Так, в конце 2028 года по ложным обвинениям были арестованы почти все активные члены партии Алаш, которых назвали буржуазными националистами, а также ряд других видных деятелей. Смагул Садвакасов, Абдрахман Бадильдин и другие. Часть этих деятелей была расстреляна, другие умерли в лагерях. Многие из вышивших были позднее, в 1937 году, обвинены повторно и расстреляны. Некоторых сослали в другие республики СССР. Репрессированные обвинялись в национализме, вредительстве, саботаже и шпионаже в пользу иностранных государств. Частыми были обвинения в антисоветской агитации и пропаганде, которые нередко исходили от других граждан, соседей, сослуживцев и просто знакомых. Как выяснилось позднее, почти все эти дела были сфабрикованы. На самом деле, преследования подвергались те, кто пытался отстаивать интересы казахского народа. Выступал против так называемых перегибов и злоупотреблений со стороны представителей власти, в том числе против форсированного проведения коллективизации, приведшего к гибели миллионов казахов от голода. Поэтому после смерти Сталина был начат пересмотр таких дел. Многие были освобождены из мест заключения, а те, кто был расстрелян или умер, были реабилитированы посмертно. Эта работа была продолжена после обретения Казахстаном независимости. Известно, что в те годы проводилось много открытых, показательных судебных процессов над врагами народа. Но основная часть репрессированных осуждалась тайно. Кроме всего этого, на территории Казахстана находилось множество учреждений системы главного управления лагерей и мест заключения, которые сокращенно называли ГУЛАГ. В числе этих мест заключения – Алжир, Степлак, Карлак и другие. Считается, что в казахстанские лагеря было отправлено более 5 миллионов человек. Также Казахстан стал местом для принудительного переселения множества представителей народов. Это было связано с обвинениями этих народов в пособничестве немецким оккупантам во время Великой Отечественной войны. Особую жестокость репрессий приобрели с приходом в Казахстан в качестве первого секретаря Краевого комитета партии в 1925 году Филиппа Голощокина, а также Николая Ежова в качестве заведующего организационно-инструкторского отдела Казахской крайкома партии. Эти партийные функционеры, не считаясь ни с какими местными обстоятельствами, настойчиво добивались ускоренного перевода кочевых казахов на оседлость и всеобщей коллективизации, что привело к самому страшному голоду казахской истории, гибели и уходу миллионов людей за пределы Казахстана. Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в 20-м столетии. Народ Казахстана бережно хранит память о миллионах соотечественников, пострадавших от политических репрессий. О временах террора подробно рассказывается в учебниках истории, на эту тему издаются книги, снимаются видеофильмы. В городах и селах страны устанавливаются памятные стелы. Все это очень важно для того, чтобы общество осознавало ценность мирного развития и никогда не допустило повторения подобных событий. Субтитры создавал DimaTorzok